Доброе утро, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на телеканале ТДК-42. И с вами ведущая Бибигуль Таужанова и Айгуль Туружбаева. Сегодняшнее доброе утро расскажет вам о самом важном, нужном и интересном. В ближайшее время мы покажем и расскажем, как приготовить оригинальные и очень вкусные чипсы из овощей. Поговорим и перенесемся в исторический музей Емельяна Пугачева. А также вас ожидает очень креативный и интересный гость. Не переключайтесь, дорогие телезрители, будет интересно. А вы знаете, дорогие телезрители, что именно сегодня, 5 августа, Международный день светофора. Кстати, если мы заглянем в историю, то самый первый светофор изобрел британец Джейн Найт. Еще случилось это в 19 веке. Трехцветный светофор, похожий на современный, впервые увидели жители Детройта и Нью-Йорка в 1920 году. Со временем устройство стало популярным в разных городах Америки и Европы, а в дальнейшем и во всем мире. Да, Бибигуль, необходимо соблюдать правила дорожного движения, как и необходимо заниматься спортом, гимнастикой, либо йогой, которую, в свою очередь, покажет наша Маргарита. Приятного просмотра! Всем привет! С добрым утром! С вами инструктор йоги Маргарита Булдакова. Я вам предлагаю сделать очень простую практику, которая проработает ваш позвоночник, и в то же время вы разработаете свои легкие благодаря дыхательным практикам. Мы сейчас садимся на пяточки. Стопы вместе, колени вместе, мы сидим на пяточках, наш копчик опускается вниз, выравниваем поясничный отдел позвоночника. Если вам сейчас некомфортно сидеть из-за того, что в коленях какие-то неприятные ощущения, то можно между коленями, нашими пяточками и ягодичками положить одеяло, либо подушку, и расстояние увеличится между ножками, будет намного приятнее находиться в вот таком положении. Но если вам некомфортно сидеть в любом случае и с подушкой, и без, в этом положении, то сядьте в простую позу по-турецки. Садимся хорошо, всем весом тела на пяточки, плечи вниз от ушей. Практика легкая, но важно ее синхронизировать с дыханием. Начинаем все вместе, со вдохом поднимаем руки вверх, пальцы рук перекрещиваем над макушкой, плечи вниз от ушей, ручки словно держат арбузик. На выдохе наклон влево, тянем правый бок, вдох в центр, выдох наклон вправо, тянем левый бок, вдох в центр, выдох у нас скруточка влево, вдох в центр, выдох скруточка вправо, вдох в центр. И выдох наклон вперед, хорошо, все выдыхаем, вдох вверх, перекрестили пальцы рук, выдох скрутка влево, вдох в центре, выдох скрутка вправо, вдох в центре, выдох наклон влево, вдох в центре, выдох наклон вправо, вдох в центре, выдох наклон вперед. И еще. Вдох, выдох, скрутка влево, вдох, в центр, выдох, скрутка вправо, вдох, в центр, выдох, наклон, вдох, выдох, в другую сторону, наклон, вдох и выдох, наклон, вперед. За вдохом поднялись, взяли себя за одно запястье, потянули в сторону, взяли себя за другое запястье, потянули в сторону и опускаем ручки через стороны вниз. Всем хорошего дня, до новых встреч! В этом году, говорят садоводы, очень большой урожай и даже не знает, куда деть овощи, Биби Гуль. Ну, кстати, можно найти применение. Интересно, и какое же? Например, приготовить полезные чипсы из овощей дома. Смотрим. Продолжение следует... Продолжение следует... Я думаю, многие знают, кто такой Емельян Пугачев. Да, конечно, Айгуль, ведь в нашем городе есть дом-музей в честь него. А вот наша рубрика, дорогие телезрители, исторический уральск перенесет вас в эпоху того времени. Дом-музей Емельяна Пугачева в городе Уральск – это произведение искусства XVIII века и одновременно уникальный исторический памятник. Музей неслучайно располагается в Уральске. В 1773 по 1775 годы крестьянской войны Пугачев опирался на помощь местных казахов. Таким образом, судьба известного бунтаря и борца за свободу неразрывно связана с городом. В войне крестьян, возглавляемой Пугачевым, участвовали казахи младшего жузы, целью которого было освобождение от царского давления. Эта война состояла из трех этапов и была проиграна в 1775 году. Сам Пугачев под конвоем отправился в Москву на верную смерть. Крестьянское восстание, в котором участвовали казахи младшего и среднего жузы, повлияло на начало национально-освободительного движения казахского народа против российской колонизации. Дом, в котором организован музей, принадлежал отцу жены Пугачева Кузнецовой. До 1967 года в доме располагалась библиотека, а с 1991 года исторический памятник перешел в видение областного историко-краевического музея. Емельян Пугачев, это имя казака, стало синонимом свободы и народа власти. Могучий воин, он одним из первых в истории царской Руси задумался о том, что сильным и талантливым, но бедным, потому бесправным людям следует перестать плыть по течении и с оружием в руках отвоевать для себя справедливую социальную нишу. Айгуль, какой ребенок не любит фокусы? Ведь каждый из нас в детстве мечтал стать фокусником или волшебником. Ответ, я думаю, очевиден, Бибигуль. А в следующем нашем сюжете мы покажем несколько простых, но увлекательных способов, которые обязательно приведут в восторг ваших детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Многие родители Айгуль задумываются о своем ребенке, особенно о его развитии, чтобы главное его времяпрепровождение на свежем воздухе было полезным и активным. Это точно Бибигуль, и поэтому мы подготовили ряд рекомендаций, которые помогут учесть при постройке детской площадки. Приятного просмотра! Развитие ребенка непосредственно связано с окружающей обстановкой, поэтому родители задумываются о том, как сделать детскую площадку во дворе или на дачном участке. Многие родители стремятся с началом каникулам отправить своих детей за город подальше от шумных, грязных и порой опасных городских улиц. Если ваши дети много времени проводят на даче или в загородном доме, тогда стоит подумать о том, чтобы создать все условия для их безопасного, радостного и полезного времяпрепровождения. Имеет смысл построить площадку для игр своими руками, причем привлекая самих детей к новой, интересной и посильной работе. Прежде всего, надо определиться с выбором места. Зона для игры предпочтительнее располагать так, чтобы она была защищена от прямых солнечных лучей. Однако, не на северной стороне. Лучше всего подходит юго-западное направление. Кроны дерева, специальные навесы или дом могут использоваться как источник тени. Дети должны находиться под присмотром, поэтому необходимо, чтобы детская площадка была хорошо видна из дома. Колючий кустарник, огород, каменные бордюры, нежелательное соседство для игровой площадки. Рекомендуется устроить ограждение, использовать дом или другое сооружение, двор для защиты детей от прямых порывов ветра. Для лестниц и горок требуется достаточно места, чтобы на них можно было взобраться и безопасно скатиться. Расстояние от качелей и каруселей до дорожек, деревьев или других сооружений на площадке должно быть около двух метров. Деревянные конструкции следует тщательно отшлифовать и окрасить, чтобы исключить повреждения кожи ребенка. Весь крепеж должен быть надежен и полностью укрыт защитным материалом во избежание нанесения серьезных травм. Детей просто тянет к натуральным материалам, к дереву, песку, воде, так что до начала строительства надо позаботиться об их наличии. Непосредственно для сооружения объектов, которые будут располагаться на площадке, также надо приготовить брус, специально обработанные доски, рейки, фанеру, жесть, толстые веревки из натурального волокна, металлические цепи. Место для активных игр притягивает детей разных возрастов. Самый маленький самозабвенно катается с горы, который в жаркие летние дни могут превратить в импровизированный аквапарк, поставив под спуск надувной бассейн с водой. Те же дети младшего возраста с удовольствием возятся в песке, который всегда можно найти на даженном участке. Более взрослые дети предпочитают мини-горки, оснащенные веревочными лестницами, шестами, приспособленными для лазания. Все дети любят играть в домики, в качестве которого подойдет обыкновенная ткань, превращенная с помощью растяжек в палатку или тент. Так что в руках родителей организовать прекраснейшее место для своих детишек. И снова наша излюбленная рубрика «Устами владельцев», дорогие телезрители, которая перенесет вас в мир детства. Приятного просмотра! Я не знаю, что такое это. Например, сейчас идет финансовый кризис. Кризис? Когда не хватает денег. Когда повратили в туалет. Тогда сейчас посидим. Сторудное финансовое положение. Айгуль, я вот в последнее время замечаю, твои ресницы стали намного объемнее. Просто глаз не оторвать. Никакого секрета бибигуль здесь нет. Просто я сделала наращивание ресничек в центре эстетики и омоложении Мерлил. Любая женщина мечтает о пышных, роскошных ресниц. Это сейчас стало доступно благодаря наращиванию ресничек. Наращивать ресницы стали совсем недавно. Но эта процедура завоевала всеобщую любовь. Ведь это очень удобно. Не надо каждое утро тратить время на то, чтобы привести ресницы в норму. А вечером не надо смывать тушь. Процедура наращивания представляет собой процесс приклеивания накладных ресниц по одной или маленькими пучками с помощью специального клея. Перед самой процедурой вы должны пройти подготовительный этап. Он включает в себя снятие старого макияжа, очищение и обеззараживание кожи век. Затем вы вместе с мастером должны решить, какой цвет ресниц вы будете наращивать и какую длину предпочтете. После этого определяйтесь видом наращивания. И только после этого мастер может приступить к работе. Наращивание ресниц хоть и простой процесс, но очень трудоемкий. Мастер берет в руки специальный пинцет и аккуратными движениями крепит накладные ресницы к основанию ваших собственных ресничек. Если мастер по наращиванию сделает все правильно, то накладные ресницы практически будут незаметны. А ваши глазки будут смотреться натурально. Обычно наращенные ресницы носят до трех месяцев, но только необходимо каждые три недели приходить к мастеру и делать коррекции. В данный момент существует две техники наращивания ресниц. Первая техника заключается в наклеивании ресниц большими пучками, а вторая выглядит более естественно, так как основывается на приклеивании ресниц поштучно. Основные советы по уходу за ресницами сводятся к двум правилам. Не тереть глаза и вообще как можно меньше к ним прикасаться. Также при наращивании стало возможным разнообразить не только длину и толщину, а цветовую гамму ресниц. Начиная традиционно черным и коричневым, заканчивая такими экзотическими цветами, как серебристые, лазурные и даже шоколадные. А если захочется чего-нибудь отличного, можно воспользоваться яркими карамельными оттенками, что создает необычайный эффект. Практичность процесса наращивания ресниц заключается в экономии финансов на косметику для глаз, а при проведении вводных процедур не будет растекания и макияжа. А самое главное то, что красота и выразительность глаз будет сохраняться и утром при свете яркого солнца, и вечером при свете ламп и софитов. Приходите в Центр эстетики омоложения Мерлил, и мы всегда сделаем вам прекрасные и роскошные реснички, как у голливудских звезд. Мы находимся по адресу ТРК Сити Центр, первый этаж, или звоните по телефону 30 10 10. Мы вместе с Бибигуль, дорогие телезрители, рады представить гостя нашей сегодняшней передачи, очень талантливого и креативного ведущего шоумена Евгения Авдеева. Здравствуйте, доброе утро всем, доброе утро. Евгений, расскажите, пожалуйста, о себе, о вашей карьере, как вы начали этот путь? Очень просто, я стал студентом, а после этого уже и стал заниматься всем тем, что мне интересно сейчас. А интересно жить яркой жизнью, потому что по-другому нет смысла. И началось все бесплатно, а сейчас делаю все за деньги. Ну, Жень, расскажите, какие вот у вас мероприятия, в каком направлении вы работаете? Наверное, это интересно нашим телезрителям. Думаю, да, потому что самое классное, что получается, это не иметь каких-то рамок и возрастов того, кого ты развлекаешь в какой-то мере. То есть, с днем может быть детский праздник от 3 до 10 лет. Под вечер будут молодые ребята, которые веселятся на дискотеке, а ночью будут очень такие забористые, задористые взрослые люди. То есть, не важно, какой возраст, главное дарить праздник без каких-то рамок. А сложно подарить праздник? Если у тебя это внутри, то нет. Я как бы очистываю сердце, и я не выдавливаю себя. Не из головы даже, не из сердца, а просто это само собой, потому что во мне это есть, и слава богу, много. А вот скажите, какие, может быть, нюансы возникают во время проведения мероприятий? Возникают, ну смотри, какие, взрослые или детские? Вы про какие говорите? Ну, например, детские. Детские. Детские, то, что есть, у нас такой момент, у нас любят детей воспитывать, не кричи, не говори, ничего не делай, а это неправильно. Поэтому в конце праздника стабильно мои дети, которые участвуют, разбегаются и почти что бьются об стены от веселья. Ну, это правильно. Женя, а у вас есть помощники, может быть, кто вам помогает? Ну, да, есть такие люди, но зачастую я сам себе помогаю. Ну, конечно же, я работаю в команде, в агентстве, но говорить не буду, в каком, конечно, но работаю в агентстве. Ну, и, конечно же, есть те, кто просто рядом со мной и рады помочь. И, может быть, какие-то советы новичкам дадите, Жень? Новичкам я бы хотел сказать, что найдитесь новички, вы очень нужны. Я не понимаю, почему город продолжает спать, хотя работы много, и в Наряши будет только больше. Поэтому, если есть какая-то возможность высказывать свое мнение, веселить и веселиться, то давайте делать это вместе и научим всему тому, чего не умеете еще. И еще, знаете, Евгений хотел бы спросить, а вот помимо работы у вас есть свое хобби? Вы успеваете на свою личную жизнь? Хобби? Я все успеваю. На самом деле, у меня в 24 часа вписывается гораздо больший объем времени, поэтому я стараюсь заниматься. Спорт люблю безумно, особенно ролики. Так что, если вы видите человека, который едет 40 км в час, это, наверное, нет. А больше нет никого. Вот это то, что я могу делать сутками и даже травмируюсь, но продолжаю и буду продолжать делать. Наверное, вы на передаче тоже приехали на роликах? Нет, ролики. Я стер колеса на последнем мероприятии. Мы верили с Ириной Будрис чемпионат по кроссфиту, городской первый. И вот там я стер до конца колеса, поэтому нужны новые колеса. И еще, Женя, расскажите о своих планах на будущее. Планы на будущее? Все очень переменчиво. Я могу завтра проснуться с другими целями, собрать сумку и уехать на другой континент. А могу завтра встать и пойти посидеть на речке могу. Но на ближайшее время хочу все-таки расстаться в этом городе. И у меня есть такая какая-то, может, в какой-то мере странная и глупая мысль, но я хочу сделать этот город как минимум лучше. И я так думаю, получится. А вы любите этот город, город Уральск? Люблю, люблю. Дай бог, чтобы он стал такой же чистый, какой был. Я буду вообще прям аплодировать ему. А пока что в сравнении с Питером, который был последний момент в моей жизни, конечно, тяжело мне находиться здесь. В Питере было по-другому. Но здесь лучше, здесь душевнее. И ваши пожелания нашим телезрителям? Пожелания? Я прошу вас, давайте просыпаться. Город очень любит спать, но гораздо интереснее бодрствовать и делать что-то хорошее. Город гораздо круче, чем мы представляем. И не говорите, что тут скучно, здесь весело и интересно. Евгений, можете ли дать рекомендации Ники, как можно быстро проснуться утром? Ну, первое, конечно же, это подтянуться, улыбнуться и, наверное, спеть пару слов из хорошей песни, которая нравится. И, надеюсь, она еще не надоела. Не надоела эта песня, а только начинает нравиться. Вот и все. Спасибо большое, Женя, что вы сегодня в столь плотном графике нашли время, пришли к нам в студию. Мы пожелаем вам творческих успехов. Спасибо. И побольше, пусть ваша публика только растет и радуется вашему творчеству. Спасибо. И ваше тоже. Доброе утро. Еще ко всему прочему, Евгений, вы нас зарядили положительной энергетикой. Оставайтесь таким же положительным, энергичным, позитивным, с большим потенциалом. Я думаю, что придем к вам на какое-либо мероприятие. Обязательно. Я буду сообщать обязательно вам, чтобы мы все были. И мы там все будем. И всего самого наилучшего. Приходите к нам в гости почаще. Спасибо. Доброго утра. А мы напоминаем, что все могут принять участие в гостевом сюжете. Пишите, оставляйте свои заявки на сайте ТДК-42. Всего вам хорошего и доброго дня. До скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова